Девочка-пай 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 Естественно, я рассчитывал на то, что многие скажут, ну тема, ну что там выбирать, господи. Тем полно. Иди по улице, бери любую тему и развивай ее. И пиши произведение, и будешь счастлив, и будешь молодец. На самом деле, когда люди поступают таким образом, писатели, будущие писатели, они сталкиваются с неимоверным количеством проблем. Почему-то потом тема или не может раскрыться, как говорят профессионалы, или вдруг перерастает в нечто такое банальное. То есть, ну вот, например, что, в общем-то, осенью все листья желтеют и опадают, а летом жарко, зимой холодно. И когда произведение написано, сам автор даже понимает, что я ничего-то нового не сказал. Как избежать этого? Ну, об этом мы тоже поговорим. Начнем с чего? Что такое тема? Вот как вы себе ее так представляете? Вот тема произведения любого, любого запалатыша. Ну, это проблема, да. Нет, проблема – это проблема. Тема – это то, о чем идет произведение. Совершенно верно. Чем проще вы будете определять это, тем лучше. Грубо говоря, тема – это о чем. Или, если там идет по правилам русского языка, об чем, да? Об огурце. Информационный случай, да? То есть, о чем книга, о чем новость, о чем фильм, да? Очень интересный термин «информационный случай». Информационный повод. Да, или информационный повод. Но к теме он немножко относится опосредственно. Это когда вы начнете развивать тему. Вы должны от чего-то оттолкнуться. Вот тогда вам нужен, вот как, знаете, как для прыжка, для толчка опора. Вот вам для этого нужен информационный повод. А тема, как правило, как правило, рождается спонтанно. Но что влияет на тему? Первое – это ваша жизненная позиция. То есть, устоявшаяся. Почему писатели, как правило, это люди возрастные, да? Почему? Потому что тогда уже сформировалась четкая, ясная, аргументированная жизненная позиция. В литературе это называется сверхзадача, да? То есть, вот что я хочу, вот написав ту или иную книгу, что я хочу донести или в чем хочу убедить читателя, зрителя или человека, стоящего рядом, да? Вот. Кроме того, на выбор темы влияет, есть еще такое понятие сверхзадача. То есть, это моя вся позиция всей моей жизни. Я, например, хочу, ну не я, вот, допустим, человек Иванов, Петров, Сидоров, они защищают животных, да? И все их произведения в той или иной мере, в той или иной мере, связаны именно, именно с темой о животных, о защите животных или тому подобное. Понятно, да? Только человек, который имеет жизненную стоявшуюся позицию, тот может быть писателем. Я надеюсь, объяснил вам почему. Потому что молодежь, как правило, это легкоуправляемая прослойка населения пока еще. Потом они уже имеют какую-то позицию, это могут уже о чем-то доказывать. Понятно, да? Это самые первые основные признаки, которые, в принципе, которые влияют на выбор темы. Вот. Ну а теперь непосредственно о теме. Да? Ну вот вы идете по улице. Увидели что-то, вам захотелось это описать. Или натолкнулись на какой-то документ. И вы говорите, вот классно, вот тут надо бы создать какое-то произведение. Написать книжку, допустим. Или написать сценарий, снять фильм. Как вы определите эту тему? Ну, мы с вами договорились. О чем, да? Но эта тема, допустим, о любви. Понимаете? Вы сразу чувствуете, это очень широкое понятие. Правда же? Есть любовь к женщине, есть любовь к мужчине, есть любовь к родине, да? Есть любовь к маме, есть любовь к собачке Тузику. Понимаете? Это разные совершенно формы проявления любви. Правда же? Как выбрать? Так вот, как правило, многие авторы, большинство авторов, они не умеют уточнять, а я бы даже сказал, заострять тему. Вот это мы сейчас с вами попробуем сделать. Я всегда стараюсь, чтобы рассказывать о сценарном мастерстве или о мастерстве литературном, скажем так, на уровне математики. Хотя я ее не очень люблю, но на уровне математики. Делай раз, делай два, делай три, и у тебя получилось. Плохо или хорошо, но у тебя получилось. Вот на данный момент мы с вами так и попробуем сделать. Значит, мы с вами договорились, что тема – это о чем? И вот я своим студентам всегда говорю так, давайте сделаем так, практически, говорите любое слово. Мечта. Мечта. Давайте мечта. Ну, это мечта, да? О мечте. Вот я запишу. О мечте. То есть, ну, вы понимаете, что вот мы выбрали тему, да? О мечте. Это очень широкая тема, да? Кто-то мечтает об автомобиле, кто-то о найти кошелек, денег. Знаете, все. А кто-то просто вот собачка-тузик, и все. Вот предел мечтаний. Такая же, вот дома встречала, и на задние лапки становилась. Правда же? Вот. То есть нам что? Нам нужно заострить эту тему. Как это делается практически? Очень просто, до безобразия. Добавляйте к этому слову два еще слова. Так, чтобы получилось предложение. Ну, будущее и амбиции. Как из этого получится предложение? О мечте, будущее и амбиции. Об амбициозной мечте, да? Для будущего. Для будущего. Хитро закручивать. Хитро. Знаете, я до сюда... Ну, вот знаете, я запишу. Я запишу. Об... Вот видите, об... Амбициозной мечте... Мечте... Как там? Для будущего. Для будущего. Для... Для будущего. Хорошо. Вот смотрите. Есть. Я вам очень благодарен за вот это вот два слова. Смотрите. Есть еще один секрет, который я всегда стараюсь рассказать по секрету. Вы будете знать, а другие не будут знать. Так вот. Когда вы определяете свою тему, когда вы работаете с конфликтом произведения, когда вы работаете с замыслом своего произведения будущего, чем конкретнее вы будете мыслить, тем лучше для вас, тем больше появится это. Вы обратите внимание, я вам говорил, я вам говорил о тузике, да? Я вам говорил о машине. Я вам говорил о кошельке с деньгами, да? Я же не говорил о великом противостоянии добра и зла. Да? Чувствуете? Чувствуете, да? То есть и то, и то тема. Но чем конкретнее вы будете мыслить, тем интереснее, поверьте мне, я вас в этом сегодня убежду. Убежду, да, убежду, вот. Это вам гарантирую. Договорились? Договорились. Поэтому я благодарен вам за то, что вы сказали эти два сакраментальных слова. Почему? Потому что это дало нам толчок для следующего. Итак, ну я так думал, мы сейчас это пометим вот так, да? Чуть-чуть. Еще давайте два слова. О мечте. Ладно, потом. О мечте. Два слова добавляйте. Хорошо. Я тогда вам скажу, как говорю своим студентам. Проверено на практике. Мечтите. Смотрите. Когда вы работаете, почему я, мы когда с Анной Ивановной разговаривали, я говорил, чтобы обязательно был маленький, небольшой коллективчик. Почему? Потому что творчество не любит площадей. То есть рождение творчества, это очень интимный процесс. Потому что очень часто, в 90, 99 и 9 десятых процентов, когда что-то рождается, интересное, новое, оно проходит через внутреннее противление. Это чепуха. Это не пойдет. Это не то. Это бред. Понимаете? Вот как только у вас появляются такие мысли, знайте, вы на верном пути. А если еще вы кому-то рассказываете, и кто-то вам говорит, ой, это такая чепуха. Камонуна. Камонуна. Вот. Отлично. Видите? Вот все. Знаете точно, у вас гениальное произведение. Знаете точно. Почему? Да потому что вы выходите за рамки привычного, всем миллионам людей, за рамки привычного квадрата мышления. Только вы вышли, а потом они будут смотреть, ну надо же, а я ему говорил, а помните, он делился со мной замыслом, я ему жал руку, это я, я был причастен. Чуть-чуть, понимаете? Будут обязательно говорить. Будут обязательно говорить. Поэтому не бойтесь, сейчас, сейчас, даже сказанные какие-то фразы в порядке бреда, они вполне могут лечь в какую-то стройную, интересную композицию. Поверьте мне, не обманываю. А где критерии? Дело в том, что, например, в село не возят торговцы DVD-дисков с фантастикой и мистикой, потому что просто это не покупают. То есть нет фантазийного мышления у покупателей в селах. Поэтому, в принципе, в селах слова, такие как поэт и художник, являются ругательством. То есть если вы там что-то не то делаете, слишком много выпили, вас назовут или художником, или поэтом. Поэтому должен быть какой-то критерий, то есть чтобы не слишком уходить от желания народа, а с другой стороны, чтобы быть интересным. Поэтому между сим и сим. Ну, то есть как в философии всегда дихотомия существует, понятия. А к вашему, значит, определению, что такое тема, вот если с точки зрения философской сказать, потому что мы все-таки это тальмонах, я бы мог сказать так, что тема – это внешнее событие, лучше прочитываемое логосом подсознательности автора, нежели социальным логосом. Отчего у автора возникает зависть к возможному релизу своей самости через вот это данное событие. То есть тема – это прежде всего возможность человека сделать релиз, которого не было, и в котором этот человек состоится как личность. То есть тема – это очень важно для автора. Но когда зритель подключается к этой самой теме, он является сопричастным новой территории, открытой автору. И вот тогда уже зритель заинтересован войти в эту тему. То есть с точки зрения философии, тема – это предложение новой концептуальной системы мышления для зрителя. И если вы ее, вот как совершенно здорово, вот вы ее наполняете как бы наобум, но в то же время закономерно, если концепт в этом почувствуете, тогда она очень интересна. Вы понимаете? Много умных слов. Я, честно говоря, ошарашен. Спасибо. Спасибо. Знаете, я как-то потом несколько раз я просто пишется, я поэтому прослушаю несколько раз. Я чувствую… Знаете, вот это ощущение, когда ты понимаешь, что все правильно, но не понимаешь. Вот. Нет, все правильно, я с вами согласен. На данный момент я просто свое… даже не оправдание, просто я вам объясню. Дело, что я бы хотел. Правильно, я не даю нового определения темы. Я сейчас практически помогаю, даю рецепты, как выйти на вот этот вот новый концепт, который автор хочет предложить зрителю. Понимаете? То есть, как это сделать сейчас, на данный момент, чисто механически. Помните, как в первом классе мы писали крючочки, это прежде, чем начать писать, мы учились делать крючочки, буковки, загогулинки или еще что-то. Правда же? Так вот, для начала вы должны уметь сделать это правильно, просто на уровне механики. Механики. Потом, естественно, вы будете наполнять это смыслом уже более глубоким, в зависимости, соответственно, от уровня образованности, от уровня начитанности, от уровня вообще интеллектуального каждого автора. это не отвергает одно другое. Абсолютно. Понимаете? Поэтому вот на данный момент я почему возвращаюсь сюда, я хочу показать, как заострить тему. Потому что то, что вы сказали, вы сказали правильно. Вы знаете, правильно, супер, великолепно, поднимаю обе руки за. Ну вот. Другое дело, что мои студенты всегда приходят и говорят, у нас 45 минут, научите. вот как выбрать тему? Как ее выбрать? Вы знаете, я немножко отвлекусь, я отвлекусь, и у меня студент как-то пришел, говорит, вот вы говорите, чтобы писать там художественное произведение, надо наблюдать. Надо ходить и наблюдать. Вот у меня, а перемена 10 минут. Он говорит, научите меня, пожалуйста, вот как я должен наблюдать. Ну, я сразу начал лопотать о том, что надо, вот ты увидел что-то необычное, там надо записывать, все. Я домой пришел, и, честно говоря, не мог ему за 10 минут ответить. Ну, следующий урок родилась, благодаря этому ученику, Сашеньке, молодец, хороший парень, все, не знаю, где его, как его дальнейшая жизнь сложилась, но родился, да, родился очень интересный концепт. Я когда начал наблюдать за любыми произведениями, я понял, как надо наблюдать, как придумать произведения. Есть два всего способа, два, как оказалось. Но это касается литературных произведений. Я не знаю, документально я не проверял. Литературных произведений. Вы берете обыкновенного героя, помещаете его в необыкновенные фантастические условия. или наоборот, берете необыкновенного героя, помещаете его в обыкновенные условия. Все. Других вариантов не существует. Понимаете? Вот и наблюдать. Вот, допустим, мы видели что-то интересное, и как бы это интересно поместить в другую ситуацию. Вот и все. Вот практически, например, вот я приводил уже пример, «Азори здесь тихие». Тот же принцип работает. Женщины на войне. Женщины, обыкновенные женщины, да? И участвуют в боях против фашистов, причем не просто фашистов, а десантников. Чувствуете, да? То есть это обыкновенное в необыкновенном. Помещаем в необыкновенные условия. Все. Не обязательно фантастические. Все. Вот так придумываются любые произведения. Всего лишь. А режиссер еще добавляет предлагаемые обстоятельства. И тогда совсем интересно. Чем больше предлагаемые, уточненные предлагаемые обстоятельства, тем лучше. Итак, поехали дальше. О мечте. Ну, два слова, чтобы получилось предложение. Говорите, говорите, писатели, писатели, говорите, говорите. Два слова добавляем что получилось предложение я запишу их писатели ух писатели мечте желанный и невероятно все вы чувствуете как сузилась сузился круг до уже уже мы из много мечт своих до выбрали только самую желанную одну уже сузили круг до теперь опять же вот к этому добавлять еще два слова только так что получилось при предложении вот вам литераторы сейчас вот тут уже этих прилагательных не хватит чувствуете вы обратите внимание я еще на что обращаю внимание смотрите как правило люди литературы они мыслят прилагательными знаете когда мы говорим о теме мы лучше мыслить глаголами из указуемыми там или существительными понимаете потому что смотрите о месте желанной невероятной но дальше уже ну хорошо красивой теплой нужной и тому подобное чувствуете да бред получается значит нам надо еще что-то уточнять уточнять не 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 еще два слова два слова добавляйте стоп сюда добавляем сюда иначе у вас получается смотрите я могу записать вместе желанной и невероятной до реальной и и нереальной ну и что нам это дает но хорошо мы будем перечислять дальше прилагательная нам нужно суть суть нам нужно затачивать нашу тему понимаете о мечте желанной мне но невероятной для нее давайте о видите смотрите чувствуете как мы сразу из площади кошелька тузика тузика и клубники на барзаре да пришли к взаимоотношениям мужчины и женщины чувствуете да отлично о мечте о мечте о мечте мы для для меня и невероятной для нее продолжаем еще два слова вы чувствуете смотрите я вам просто сейчас в данном случае показываю механизм отбора темы эти как мы сужаем как механически мы сужаем причем на любом этапе мы можем остановиться если мы увидим что мы идем не туда это же кабинетная работа писателя мы на любом этапе можем остановиться вернуться чуть выше придумать еще два слова и пойти по другой ветке правда же если мы кто-то допустим не разделяет ваших чувств он и она до захочет а не знаю о шоколадном домике понимаете то есть вопрос это ну давайте кстати еще два слова получается о мечте чувственно желанный для меня и материально иerten ну да это в принципе да у точнее о мечте как от чувственно желанный чувственная пришла чувствена желанный для меня и материальное невероятное То есть, вы понимаете, мы уже об альфонсах заговорили, понимаете? То есть, я не о вас, я не о вас, я просто, ну, мы переходим в плоскость, да, где мужчина живет явно за счет подружки, понимаете? Ну, я считаю, я же чувственно желанный для него и материально невероятно и почему-то для нее. Вот, ну-ну, автоматически добавляем еще два слова. Которая сбудется в следующем году. Которая сбудется в следующем году. Понял, понял. Понимаете, вы обратили внимание? Вот смотрите, если я сейчас закрою вот это все, да, смотрите, мы говорили о мечте. Помните, какой широкий был спектр наших, ну, мечтаний, да, можно об этом, можно об этом, можно об этом. И добавляя буквально механически, механически, я настаиваю на этом, добавляя по два слова, мы вышли на какую-то определенную, да, тему. Очень точную, очень яркую, которую можно разрабатывать, правда же? Мы уже можем сказать о чем? О том, что здесь есть как минимум два персонажа, он и она, правда же? Смотрите, сколько мы можем говорить об этом. Мало того, ориентируясь на 9 месяцев, мы уже можем сказать, что тут явно идет и о предполагаемом третьем персонаже, да? То есть и о каком-то счастье семейного порядка и именно семье, семье и целостности мужчины и женщины, да, ребенке, да? То есть смотрите, как от пространного такого рассуждения мы перешли к более конкретному, добавляя всего по два слова. Это упражнение можно делать до бесконечности. То есть мы можем и сюда добавить еще два слова. Ну просто, понимаете, это уже начнется разминание. То есть в данном случае уже идет творческий какой-то процесс. Я вам просто показал принцип. Вы сами того не желая, вы заострили тему. Вот точно так же, беря любую... Я почему всегда говорю так, давайте любое слово, чтобы показать, что эта система работает с любым русским, украинским, английским, каким угодно словом. Понятно, да? То есть вот так мы практически заостряем тему. Следующее. От чего еще зависит выбор нашей темы? Еще о предполагаемом главном герое. То есть мы должны знать, кто будет носителем нашей темы. Через кого, через кого или через что мы откроем, раскроем нашу тему. То есть мы это должны знать. Откуда мы это будем знать? Вот из уточнения вот этой темы. Рано или поздно, рано или поздно, вы, уточняя свою тему, вы выйдете на главного героя. Причем, обратите внимание, главный герой, это может быть не единица, не один человек, там, или предмет, допустим, мультипликации, или еще что-то. Это может быть совокупность единиц, которые действуют как один организм. Ну вот, допустим, боевой отряд. Есть командиры боевой отряд, они выполняют одну задачу. Значит, они могут, естественно, действовать как один персонаж главный. И вот на судьбе этого персонажа мы можем проследить раскрытие этой темы. Да? Теперь еще о главном герое. Смотрите, когда вы, уточняя тему, выберите этого главного героя, он у вас где-то выкристаллизуется. Вы должны себе очень четко представлять, А может ли мой главный герой измениться? Может ли он измениться? Ну, то есть, понимаете, что табуретка, в принципе, тоже может измениться. Да, вот она целая, красивая, а может быть подряжпанная и разбитая. Правда же? Правда же. Если этот герой может измениться, попробуйте относительно вашей темы сделать вот что. Опустить вашего героя в самый низ, для того, чтобы он потом изменился. То есть, между начальной и финальной точкой должно пройти какое-то изменение. Если вы можете проследить это, и оно подпадает под вашу тему, все, вы можете эту тему брать? Ну, например, возьмем эту пресловутую табуретку, да? То есть, если я могу себе представить, что на табуретке можно забивать гвозди, стучать ей. То есть, мы берем чистую, хорошую табуреточку лакированную, да? Черного дерева с инкрустацией, чтобы обиднее было, да? Вот. И если я начну сначала бить на ней мух, потом рубить мясо, потом ею заколачивать гвозди в пол, да? Ну, так, чтобы мы в итоге получим не табуреточку с инкрустацией слезы, то тогда, да, я могу брать эту тему, допустим, бережно в отношении к мебели. В библиотеке. И не только. Да? Понятно? То есть, если вы можете проследить это мысленно, обратите внимание, мы не написали еще с вами ни строчки. Ни строчки. Это есть подготовительная работа каждого автора. Почему-то считается, что подготовительная работа автора – это вот набрать какой-то документальный материал, какие-то наблюдения записать, какие-то фразы интересные, которые встречаются. На самом деле, застольная работа автора – это вот именно такая разработка вот такой будущего концепта. Вот. Ну и еще один такой секрет, которого вы не встретите нигде по поводу темы. Как еще сделать тему интереснее? У меня студенты очень часто спрашивали, ну вот как вот сделать тему интереснее? Ну ладно, ну вот мы уточнили ее, мы ее уже заострили, еще как-то вот и так перекрутили. Но все равно вот как-то не так получается. Как-то не так. Все-таки в этом во всем, во всем не учитывается наш читатель, зритель или человек, который стоит по другую сторону, для которого мы работаем. Да? Надо же его к чем-то заинтересовать. Вот. Я тоже так долго-долго думал, и вдруг я понял, что все гораздо проще, чем кажется. На самом деле, надо взять, переписать устойчивые, вот вы выбрали тему, да? Переписать устойчивые людские понятия об этом, да? А потом перевернуть наоборот. Да. Вы переписываете все стереотипы, а потом переворачиваете их. Просто тупо переворачиваете. Ну, например, например, я сейчас скажу жестокую вещь, да, чтобы было понятно, да, это, животных надо, это, собачек стрелять нельзя. А вы бах и говорите, собачек стрелять не то, что нельзя, нужно. Понимаете? И вот если вы подойдете к выбору темы из, с этой стороны, но я не говорю, допустим, про собачек, я просто показал, как вы переворачиваете это, как вы перевернули, то поверьте мне, поверьте мне, вы сразу возьмете читателя за горло. Сразу. В хорошем понимании этого слова. Понимаете? Потому что вы ломаете уже изначально устойчивые стереотипы. Это такой вот, простой элементарный прием, он, кажется, ну, может даже не заслуживающим внимания, но работает безукоризненно. Безукоризненно, я вам серьезно говорю. Давайте попробуем. Я же, понимаете, как бы, не то, чтобы вас обманывать. Давайте мы, вот это уберем, следующее возьмем. А вы пока думайте тему, ну, такую, уточненную, да? Поменьше, поменьше прилагательных, поменьше прилагательных. Итак, тема. Любая. От фонаря. Нежность. А? Нежность. Нежность. О нежности. Хорошо. Давайте уточнять ее. Давайте два слова сразу к нежности. О нежных мужчинах. О нежных мужчинах. Да? Отлично. Еще два слова. О нежных мужчинах. Которые зарабатывают много денег. Которые зарабатывают много денег. Отлично. Отлично. Вот. Еще два слова. Но не умеют их тратить. Но не умеют их тратить. Отлично, отлично. О нежных мужчинах, которые зарабатывают много денег, но не умеют их тратить. Вы чувствуете, вы чувствуете, уже хочется творить, да? Вы понимаете, я почему, опять же, смех смехом, но я хочу обратить ваше внимание вот на что. На то, что с каждым уточнением, у каждого в голове начали прокручиваться картинки. Вот это и есть творческий процесс. Это я говорю серьезно. Понимаете? Как только вы сейчас начинаете уточнять тему, критерий правильного вашего пути, чем больше крутится у вас картинок, тем лучше. Ну и так, я не записывал о нежных мужчинах, которые зарабатывают много денег, но не умеют их тратить. И еще два слова. Которые не умеют их тратить в курортных городах. О! О! Понятно! Вот, понятно! Чувствуете, да? Вот. Приехал с деньгами, нежный мужчина не знает, куда девать. Ну, тут понятно, романа не напишешь. Нормальную женщину, все, через два дня денег нет. Еще и будет побираться. Правда же? Ну, все. Причем же самое необходимое же купил. Ни о чем другого не просили. Ну, господи, ну в ресторан, само собой. Правда же? Ну, на такси, естественно. Куда? Цветы, ну как же без этого? Понимаешь? Ну, кольцо зашли купили. Ну, то, которое она хотела. Понимаете? Ну, не на то, что он много зарабатывает, а то, которое она хотела. Ну, все же, как бы вот, я же не вышел за рамки, правда же? А денег уже нет. Два дня и все. Что ему делать там остальные 10-12, не знаю. Вот. Отлично. Но это так, мы отвлеклись. А теперь давайте перевернем эту тему. Да? О каких злобных мужчинах, да? О грубиянах. О грубиянах. Которые не могут заработать, но любят тратить. Да? Да? Проблема? Женщины. Женщины. Вы чувствуете, как сразу это интересная проблема? Есть о чем поговорить, да? У каждой из вас, да? Я пообращаюсь, ну, мы как-то мужчины меньше, может, с такими мужиками общаемся. Может, мы такие? Вот. Но вы-то больше. Но у каждой есть, наверное, такой печальный опыт, да? Вот это. И это есть проблема. Я сейчас говорю серьезно. Правда же? Есть о чем писать. Смотрите, мы просто смешную тему, веселую, которая как бы всем была понятна. Мы перевернули. И я вот сейчас даже по глазам вашим вижу. Как вы задумались, что-то начали прокручивать. Какие-то нюансы появились печальные где-то. Воспоминаешь, я же не случайно сказал, да? Что есть, был такой печальный опыт у кого-то. Вот. И вам бы, может быть, хотелось бы помочь и себе в прошлом, и, может быть, будущим своим там дочерям или знакомым, которые столкнутся с таким человеком. И возникает вопрос, а почему это так? Да? Смотрите, как глубоко мы начинаем копать, хотя еще пять минут мы об этом даже не задумывались. Мало того, если бы провести такой эксперимент, я не проводил, но я почему-то уверен, что если бы попросить людей кидать темы, то автоматически они выкидывают вот такие вот темы, веселые, радостные, жизнерадостные, понятные для людей. Я же не случайно про ювелирный магазин долго про это говорил. Почему? Потому что тут вроде бы как есть о чем писать, да? Но если бы мы об этом написали, то было бы банально, неинтересно, да? А вот как только мы тему перевернули на 180 градусов, смотрите, есть о чем писать, есть проблема, есть трагедия даже у некоторых, может кто-то скатится и на трагедию, да? А может быть, это мужчина действительно несчастен? Сергей Ильич, можно вас спросить вот здесь буквально по... Не вопрос. Смотрите, то, что вы сказали, это как дважды два ясно для, ну, скажем, 99% фильмов Голливуда. То есть показывается та реальность, которую не может испытать в жизни по определенным причинам зритель, и он для этого идет в кино, и эту реальность там созрисает. Но в результате получается, что там сплошные монстры, полиция, погромы какие-то ужасные, там, и прочие катастрофы и ужасы, и насилие слишком много, и все мамы возмущаются, вот, почему столько насилия на экранах. Но дело в том, что вот не задумывались ли профессиональные люди вот в вашей области о том, почему были притягательны совершенно обратного драматургического свойства фильмы. Вот в Советском Союзе были производственные фильмы. То есть рассказывалось, как какой-то человек там на бензовозе своем работает с утра до вечера, там у него есть какие-то конфликты свои семейные, там он свою машину не может отремонтировать, но тем не менее там нет жесткого противопоставления реальности фильма, реальности жизни. И этот фильм было дико интересно смотреть. Почему? То есть мы не осуществляем противопоставления, мы не показываем марсианских монстров, которые ломают небоскребы. И тем не менее этот фильм интересно смотреть. Почему интересно? Значит, я отвечу на этот вопрос, как я это понимаю, да? Смотрите. Во-первых, действительно, действительно, то, о чем я говорю, переворот вот этот на 180 градусов, он всегда интересен. Даже если нам казалось, что человек просто... Было бы предметнее, если бы мы говорили, конечно, о конкретном фильме. Ну, допустим, тенденцию я понял. Ну, Тритополя на Плющихе и, скажем, Зомби и Оживающие мертвецы. Два фильма. А, ну, ладно, сейчас, сейчас. Смотрите. Дело все в том, что ну, Тритополя на Плющихе там как раз не о бензовозе. Понимаете? Не о том, как человек работает на бензовозе. Да. Там как раз притягательность именно то, что всегда. Это взаимоотношения мужчины и женщины, сложные взаимоотношения. Вот эти вот, знаете, вот чем больше притягивания и отталкиваний, тем больше. Понимаете? Тем больше это интересно, потому что мы автоматически, если видим, они же еще за разы эти, которые проводят кастинги, они выбирают очень хороших людей, которые они совпадают друг с другом. и мы видим, что они должны быть вместе, а они вот все никак сойти с него. И мы вот это вот нам переживаем. То есть тут как раз вот насчет вот этого очень понятно взаимоотношения. Что касается производственных фильмов, о том, о чем вы говорили, вот, там тоже вот этот вот переворот есть. Люди видят, как работают другие не так, как они. Ведь в производственных фильмах всегда показано или лучше, чем у них. Понимаете? Вспомните, вот вы, не хочу вас обидеть, но просто, ну вы мужчина, уже старшее поколение, вы, наверное, еще помните, когда появилось первое телевидение, и наши мамы сидели и мечтали, вот хочу такое платье, как у этой ведущей. Особенно программа «Время» включалась, и все же так, ух ты, вот такое платье хочу. Понимаете? То есть у них было, хотя они тоже отоваривались в наших магазинах, я выяснял. Точно в наших магазинах только не было у них никакого ни блата, ничего. Ну вот у них были стилисты еще. Понимаете? Вот. Что касается фильмов «Зомби», то тут я вам скажу вот что. Есть американцы, они проклятущие, но они в этом плане умные. Они четко градуируют в фильмы. То есть у них есть фильмы «Шелуха», «Три звезды», то есть такие. А есть фильмы как бы достойные. Поэтому есть фильмы, вот допустим, про тех же вампиров, «Сияние», который фильм, который покорил всех, там не «Сияние», а это… не-не-не-не. Вот последние девочки и мальчики смотрят. «Сумерки», «Сумерки», Ну, вот все «Сияние». Вот. «Сумерки», «Сумерки». «Вампиры», те же вампиры. Но что они сделали опять переворот, да? То, о чем мы говорили. Они обыкновенную девочку столкнулись с чем? С вампиром, который, по идее, должен ее убить. Все, сталкиваются два мира и нам интересно. Понимаете? Вот и все. Что касается вообще американских фильмов, ну, это опять сугубо мое личное мнение, но можете его проверить. Как я говорю студентам, мне не верьте, проверьте. Кстати, американские фильмы, они очень довольно щадящие по отношению к людям. В отношении наших фильмов мы все-таки больше показываем правду жизни и у них они работают по четким законам. Ну, вот смотрите, один из законов драматургии, чем дальше мы разводим персонажей, тем интереснее конфликт. Ну, вот смотрите, помните, берем боевики американские, я вам сейчас покажу, помните, полицейский и какой-то там хулиган, да? вот они друг друга полицейскому ловить хулигана, ну, ловят, да? А теперь смотрите, как, что они делают, я показываю механически, они начинают разводить их по разные стороны, чем дальше, тем лучше. Полицейский алкоголик, этот не хулиган, а член мафии, полицейский, который убил нескольких людей не случайно, ну, или случайно убил, это убийца, полицейский, которого готовы выкинуть из полиции за дебоширство и за то, что он уже стреляет и кидает это, а это убийца, убийца, который расчленяет свои тела, да, убитых, чувствуете, как развели? И тогда идет большое противоборство, вот этот вот негодяй идет как бы на исправление и исправляет его. Чем дальше мы разводим персонажей по разные стороны, тем интереснее конфликт, потому что хорошему полицейскому очень тяжело ловить хулигана, который кинул бычок мимо урны. Ну, поймал, ну, хорошо, ну, штраф 10 долларов, хорошо, нате вам штраф, до свидания, до свидания, очень приятно было познакомиться, хорошо, вы ж не кидайте окурок, хорошо, не буду, понимаете, все, чувствуете, да, фильм? Ну, и мы будем его смотреть, мы уйдем через 10 минут, а если нам с одной стороны покажут, как он нож точит, да, я это имел ввиду, второе, как он это, бутылку, знаете, как у нас это норма, а у них да бутылку, да еще, что они так не допитывают виски, да еще литровую, он думает, ой, конечно, плохо, понимаете, и потом, в конце концов, он его ловит. Сергей Анатольевич, есть еще один момент, то есть я тоже в кино работал и достаточно профессионально, значит, фильм «Не улетай землянин», режиссер Костроменко на Одесской студии, еще там к фильму «Тьма» я делал костюмы, значит, смотрите, мы имеем один уровень нашей правды, нашей достоверности, вот европейские зрители и наши, бывшие СССР, которые тоже к Европе плюс-минус относятся, то есть это европейское кино, американское кино, там немножко по-другому, то есть в одном из фильмов, я не помню, что это за фильм, меня безумно потрясло, вот что, значит, показывается, убийца там, как обычно, значит, какой-то ужасный человек, он сидел в тюрьме, он совершил побег, там перепилили решетку, где-то они там выползли, выбежали, угнали машину, приехали на берег океана, и вот дальше, безумно, то, что меня просто внутренне перевернуло и ужасно потрясло, значит, показывается прекрасная, могучая стихия, океанские волны изящно падают на берег, красиво камера это берет, очень мощно, панорамно это решается, и тут же показывается, как красиво бежит этот освобожденный убийца по берегу вскидывает свои руки, он свободен, эта стихия свободна, этот человек свободен, то есть, вот это действительно чудовищно, потому что, если у нас все-таки до сих пор действуют какие-то плюс-минус библейские категории добра и зла, то есть, мы их хотим, не хотим, мы их приравниваем к видимому нами изображению, то там немножечко другое, там человек игрок, если он обыграл тебя, значит, он справедлив, если ты мертв, значит, ты неправ, тебя убили, значит, ты неправ, а у нас бывает так, что именно убитый человек, оскорбленный человек, он в сознании зрителя превращается в символ справедливости, и хотя он уходит со сцены, у зрителя он входит в душу, в американском кино совершенно наоборот, и в принципе, вот когда мы сидели там, скажем, наперекуре со световиками, значит, вот я у одного прожекторщика спрашиваю, ну а вообще, ну вот как вам с режиссерами понятно, со сценаристами понятно, вот как к вам вообще американские фильмы, и он ответил и он ответил мне золотую фразу «Голливудское кино превращает вас в говно». Ну это простой человек, он осветителем у меня работал на площадке, я чуть не выгнал за эту фразу, потому что я как раз только что посмотрел фильм «Искусственный разум», совершенно потрясающий, безумно переворачивающий душу, и слезы наворачиваются, и все, вот, но тем не менее с позиции соотношения зрителя европейского и зрителя американского этот мужичок осветитель, простой человек, в чем-то он немножко прав, понимаете, вот этот момент, когда ты решался, рассматривался? Рассматривался. Давайте так, у нас с вами запланировано еще небольшое чаепитие, я думаю, что мы это, когда мы перейдем к чаепитию, у меня осталось чуть-чуть немножко, мы как раз вот эти вопросы я отвечу на любые ваши вопросы, да, просто мне хочется подвести какую-то черту, вот, и я отвечу, как я понимаю, я не говорю, что это на самом деле вот так, так вот, вернемся к теме, да, вернемся к теме, то есть, видите, мы как ушли в кино, значит, все-таки хочется писать для кино, да, чувствую, чувствую, хочется писать для кино, значит, смотрите, моя задача была вот на сегодня попробовать, вот, что вы выбирали тему начали выбор, я сейчас скажу кощунственные слова, механически, механически, почему, потому что творчество есть механика, как ни странно, если кто-то из вас думает, что творчество это муза, которая топочет там каблучками или машет крыльями, глубоко ошибается, это есть механика, вы должны выстроить свое будущее произведение, если это документальные какие-то произведения, вы должны вкрапить их туда, но эти документы должны быть логичны, а логика выстраивается только относительно того, что мы говорили с вами, как мы сформулировали тему, кстати, когда пишете, никогда не выходите за рамки темы, никогда, тема, вы определяете тему, именно исходя из того, чтобы она ограничивала ваш выход, чтобы вы не растекались мышлью по древу, понятно, да, то есть есть у вас способ, как это, как выбрать, как заострить тему, я вам дал небольшой способ, как сделать тему интереснее в первую очередь для автора и, соответственно, для того, кто будет это читать, вот, и третье, мы сегодня с вами, давайте попробуем, есть еще несколько минут, мы с вами попробуем, как через главного героя попробовать выстроить вот эту вот линию тематическую, то есть чтобы мы мысленно, не приступая, не написав еще ни строчки, не написав еще ни строчки, мы с вами сможем выстроить линию, которая будет раскрывать нашу главную тему, да, итак, тему, быстро, сразу, думайте, любое слово кидайте, любое слово, которое вас интересует, потом его заостряйте, это будет есть тема, приключения, хорошо, рыжие приключения, два слова еще добавляем, о приключениях рыжего героя, да, еще два слова, летом, сомневающиеся, 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 ну хорошо, о приключениях рыжего героя, о приключениях сомневающегося рыжего героя летом, в рабочее время, в рабочее время, вот, вы чувствуете, вот, обратите внимание, сразу, что значит классная тема, сразу зажигаются глаза, а то, о приключениях рыжего героя, Ну, сразу солнышко, да, там какой-то режимачик с конопушками. А тут в рабочее время мужик конкретный, 0,5 в кармане, правда же? 0,7 сейчас, да? Есть? О, так, о сомневающемся, да, рыжем, о приключениях сомневающегося рыжего героя в рабочее время. Еще два слова. В лесу, да? В лесу. То есть, о приключениях, я хочу сейчас для себя это, потому что мы накидали, но пока еще, вот понимаете, вот смотрите, есть определенные критерии. У нас есть рыжий герой, да? Теперь, чтобы проверить правильность темы, вот хорошо, не вопрос, я не отвергаю практически ни одного. О приключениях сомневающегося рыжего героя летом, в рабочее время, в лесу, да? Теперь, смотрите, как мы проверим нашу тему? Мы можем его развести, сделать верхнюю точку и нижнюю? Сделать ему путь, как он будет сомневаться? От чего? От чего он будет отталкиваться и к чему он придет? То есть, он не хочет работать, да? То есть, ему не нравится работа, да? То есть, изначально вот это вот, ему не нравится работа. Неуверенности к уверенности у нас получается. Да, неуверенности к уверенности. Смотрите, есть, выстроили, у нас есть ключевое слово приключения, да? Значит, теперь давайте смотреть. Вот у нас есть неуверенность. Я так напишу. Неуверенность. Неуверенность. Уверенность, да? Совершенно верно. В лесу, летом, обратите внимание, это в рабочее время, то есть это явно с 8 до 5, да? Вот. А теперь, да, да. Поменять, потому что он был уверен, а стал уверен. Нет, поменять, я согласен. Понимаете, в чем дело? В данном случае, мы просто приняли вот это за основу. Поменять вы можете всегда. Даже вот это перевернуть, да. Можно и так, можно и так. Не вопрос. Просто хотите, мы сейчас поменяем. Вот он каждый день ходил на работу. Был уверенный, да? Счастливый человек, да. Но вот однажды, вот он засомневался. Давайте, давайте, давайте. Вы понимаете, можно, вот вы сейчас коснулись как раз авторского, вот своего авторства, да? Вот я хочу так, а Иванов хочет так. Это его право. Ну, может быть, тогда смотреть на актуальность, какой герой нужнее времени? Вот сейчас. Сделать его уверенным или наоборот? Вы знаете, недавно прочитал, по-моему, Киосаки, сказал фразу. Сосредотачивайтесь на том, что вам интересно, а не того, что вы хотите достичь. Понимаете? Вот самое интересное в этом во всем, я, меня в старое время, в советское время, хорошее, я ценю это время, меня учили, что я что-то должен делать для людей. Вы знаете, я сейчас думаю, что это очень ошибочно. Я думаю, что в первую очередь я должен высказать свою позицию. Понимаете? А актуально это или не актуально? То есть, если не, а сейчас рынок, и если это не актуально, никто читать не будет или смотреть не будет, понимаете? То есть, рынок отреагирует. Вот. А если это актуально, в любом случае это, а оно в любом случае будет в определенной мере актуально, потому что мы люди социальные, мы живем в социуме. Нас волнует, вы же понимаете, то Россия, то Украина. Можно еще паракрас вам. Дело в том, что так мы можем просто докопаться до привлекательности наркотиков. Потому что, посмотрите, вот в интернете самое плохое – это порно-сайты. с ними пытаются бороться как угодно. То есть, любые способы придумывают, и каждый раз способы эти обойдены. То есть, в принципе, есть очень много полезных, интересных, действительно занимательных вещей, которые в интернете привлекательны. А есть, допустим, чернуха какая-то гадкая. Так вот, дело в том, что тут еще момент воспитания. Потому что, понимаете, вот вы говорите математически, как построить драматургию, а есть еще человеческое измерение. То есть, как педагогически подойти к зрителю. Потому что ведь драматург – это не только развлекатель, клоун. Он еще и педагог, он еще и мудрый соратник «Дело Христово». То есть, спасатель душ людей. То есть, как вот эту чернуху гадкую, которая в интернете есть, как ее обойти? Потому что она привлекает очень многих людей. Как их отвлечет чернуху и отвлечет достойно? – Дело все в том, что тут много вопросов у вас в одном вопросе. Очень много вопросов. Так вот, я попробую по порядку так ответить, из того, что я как бы увидел. Значит, первое, что мы с вами учимся просто механически сейчас писать. Что вы будете писать, вы будете сами лично за это отвечать. Понимаете, в чем дело? То есть, вот то, о чем… Да, вот это, как говорится, перо, оно обоюдоострое. Оно может как разить, так и лечить. Да, мы все это знаем. Да, это математика. То есть, здесь сидят несколько сейчас человек. Я даю вам какие-то инструменты, но вы же понимаете, кто-то молотком забивает гвоздь, кто-то пробивает голову. Тут я, тот, кто изготовил молоток, нести за это ответственность он априори не может. Правда же? Правда же. И это зависит от внутреннего наполнения каждого человека. Что касается порно-сайтов. Ну, вы знаете, я вам скажу вот что. Может быть, определенной категории людей так удобнее. Может быть, пусть они так это и делают. Вы понимаете, тут, опять же, нас собралось немного людей. Понимаете? Может, остальные как раз смотрят порно-сайты. Я ж не знаю. Понимаете? Вот. И они как раз пропустят эту лекцию. Может быть, это и хорошо. Понимаете? Наоборот. То есть, есть категории. Все-таки у нас сейчас идет расслоение общества. Есть люди, которые пиво-футбол и утром на работу. Понимаете? А есть, которые мимо пива пройдет, вздохнет, купит бутылочку холодненькой пепси и сядет и откроет какую-то книжку. Понимаете? Это две категории разные. И я уже даже, и даже вы, наверное, догадаетесь, кто из них пробьет голову молотком, а кто нет. Понимаете? Вот и все. Поэтому в данном случае наша не задача перевоспитать людей. Наша задача получить в руки инструмент для того, чтобы строить дом или что-то другое. Вот и все. Вот и все. Понятно, да? Так вот, вернемся к нашим баранам. Значит, хорошо, переписываю, переписываю. Уверенность. Неуверенность. Да? Теперь давайте просматривать этот путь. Ваше предложение. С чем он должен столкнуться? То есть, вы же понимаете, проходя этот путь, он должен столкнуться с какими-то препятствиями, которые он должен преодолеть. Говорите дурню. Дурню сейчас разрешается говорить. С бараном может столкнуться. Баран, да? Что конкретно он столкнулся с бараном? На мосту. Летом в лесу. Да. В лесу на мосту, да? Хорошо, я пишу. Смотрите, я пишу. С бараном. С бараном. Дальше. Дальше. Ему надо было приготовить поесть. Найти еду. Ищет еду. Нашел еду, да? Давайте тогда мыслить. Ребята, давайте мыслить конкретно. И ищет еду. Что? Ягоды, грибы. Тут баран, допустим, нормальный. Я не к вам. Я имею в виду предложение. Баран, это конкретно он столкнулся с бараном. Да, это есть. Что с едой? Вот он заблудился, ищет еду. Какую? Нет, вы поймите. Ягоды. Ягоды. Все, ягоды. Понял. Ищет ягоды. Ягоды. Дальше. Он попал в экстремальную ситуацию. Он понял ценность этой жизни. Вот он, баран, ягоды. И все. Вообще-то, в лесу он мог столкнуться с грозой. Гроза. Совершенно верно. Гроза. 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 Отлично. Еще. Браконьер. Браконьер. Нормально. Баран тут не видели? Отлично. Есть. Лесник тогда. Лесник. Лесник. Еще. Девушка какая-то девушка. Девушка отличная. Ну, не вот, без линии любви. Девушка-лесник. Я такого не понимаю. Вы знаете, самое интересное? Нет, почему бы и нет? Амазонка, амазонка какая-нибудь. Я же не знаю, у нас же приключения. Почему бы и нет? Ну, дадим же человеку. Все-таки он в рабочее время амазонка. Все-таки же есть. Девушке еще нужно помочь поймать браконьера, который охотится за бараном. С которым это встретится. Может, он еще ружьем. Да. Ружьем? Подождите, сейчас. Запомните, что вы хотели сказать. Я по поводу... Смотрите, вот сейчас прозвучала очень интересная ситуация. Когда молодые авторы пишут, они очень часто вводят много персонажей. Так вот, один из способов борьбы с этими персонажами – объединять. То есть, девушка-лесник. Да, совершенно верно. Это есть способ объединить двух персонажей и не тратить на них время. Лесник-девушка. Девушка. Еще, еще. Пожар в лесу. Пожар в лесу. Пожар в лесу. Вот обратите внимание, не надо сейчас забегать, что они будут делать и тому подобное. Оно выстроится само. Вы сначала наберите. Пожар в лесу. И когда оно объединяется с грозой. Да, от удара молнии загорелась съемка. И начался пожар в лесу. Спустись, на мостики можно. Смотрите, когда... Почему вот очень важно все это записывать? Вы видите, что у нас появляются несколько линий совершенно разных. Пожар, гроза, да? Спастись и браконьер, девушка-лесник, да? Понимаете? То есть, это тоже вот работает на уточнение. Это мы немножко пошли уже больше на разработку главного героя. Но ничего, чтобы это было понятно. Теперь из этого сгруппируйте, пожалуйста. Обычно набирается, ну, лучше больше десяти таких вот вариантов. Потом они группируются. Вот, допустим, явно лесник, да? Браконьер, вот. Ну, допустим, может быть даже баран, да? Вот можно сгруппировать. Ищет ягоды, гроза, пожар в лесу, да? Чувствуете? Чувствуете две линии? Значит, вот в данном случае это опять же вступает в силу ваше авторство. Вы из этого выбираете ту линию, которая вас интересует больше. Здесь можно еще маленькое такое замечание. Вот, достославный сериал «Стартрек», на котором Европа выросла и Америка. Значит, там, как сделаны все эти фильмы? У Роденберри особо серьезных нет идей. Но в каждом фильме две совершенно не связанные друг с другом линии. То есть, контрапункт такой музыкальный совершается в драматургии. И уже это интересно. То есть, там одна линия какая-то любви с совершенно не связанной друг с другом персонажей, а другая линия то, что, допустим, этот их Энтерпрайз летит на какую-то планету, чтобы доставить там в горючее, не знаю, к кому-то генератору. Вот. И вот это уже весьма… Вот они идут, не пересекаясь весь фильм, эти две линии. Фильм завершается, эта линия закончилась так, эта линия закончилась так, но зритель счастлив. Много информации. Но это уже другое. Это немножко не сюда. Вот. Там есть, там, судя по всему, есть точки собрания. Да. Смотрит в том, что они просто ищут еду, и начинается гроза, попадает в пожар. А во время этого очень параллельная история. Там, где эта девушка-лесник идет за этим браконьером, который хочет убить барана. И когда начинается уже этот пожар, она встречается, она попадает в какую-то экстремальную ситуацию, он ее спасает. И в итоге они вместе ищут. Умничка, молодец. Гениально. Понимаете, в чем дело? Дело все в том, что вот как раз самое проблематичное у автора потом удалить то, что он придумал. Вы знаете, это безумно сложно. Уже написано, силы потрачены, зараза, это надо выбросить в корзину. Понимаете? Но, поверьте, это будет гораздо интереснее, если вы выберете одну... Теоретически можно связать все. Но если вы в данном случае выберете одну какую-то линию, это да. Ну, условно, давайте сейчас самую простую. Баран, браконьер, лесник, девушка. Чтобы это было понятно. И чтобы мы уже перешли к чаю. Смотрите. Мы можем сейчас примерно сказать о том, что вот человек уверенный в себе, в своей профессии, попав каким-то образом чудесным в лес, столкнувшись с браконьером, с бараном, с вот этой лесником девушки, может стать неуверенным, ну, допустим, он был слесарь-сантехник, да, и столкнувшись в лесу с чем-то новым, интересным, оказав помощь девушке, проявив себя, допустим, сильной стороны, в данном случае, физически сильной стороны, как мужчина, защитив... Он стал таким тупоголовым, как раньше. Да, да, он понимает, что есть что-то более интересное. Может, вполне он может стать и лесником, правда же? Есть у нас такая линия. Все, значит, мы можем работать. Значит, мы можем работать. Мне кажется, чтобы он стал неуверенным, девушка должна ему отказать. Девушка должна ему отказать, чтобы он стал неуверенным. Это ваше авторство. В данном случае, смотрите, мы шли от того, что он был уверен в своей профессии. Он был супергерой. Да, вот представьте, слесарь, который меняет прокладки в ваннах. Понимаете, он супергерой, он может заработать. Да, он приходит домой, каждый день у него есть колым. Понимаете? Каждый день ему выставляют пляшечку. Правда же? Правда же. Что еще нужно? Мужик, который может заработать, помимо своей... А плюс еще все знакомые просят поменять прокладки. Все этих просят отопление установить. Да, сантехнику поменять. Это же суббота, воскресенье, все же расписаны. Понимаете? И это бабло. А здесь он столкнулся с тем, что можно жить по-другому. Можно есть какую-то ягоду. Можно спасти какого-то барана. Давайте не барана. Здесь, скорее всего, от противного. То есть, что сломался его привычный уклад жизни. То есть, баран его забодал. Ягод не нашел. Гроза его помочила. Браконьер чуть не застрелил. И девушка листочку послала. Да, да. Но, в принципе, он столкнулся с другим миром. И он может задуматься, а так ли, правильно ли я живу? Да? Вполне возможно. Правильно, баран убежал, ягоды прокисли. Девушка убежала, ушла, отказала. И он вернулся к своим сантехникам, своим кранам. Но что-то у него вот здесь повернулось, правда же? И он будет ходить в этот лес в надежде опять встретить эту девушку, которая, может быть, могла бы быть его приключение. Да, это вполне могли быть его какие-то фантазии, мечты на лужайке, где он заснул в рабочее время, сбежав от начальника и тому подобное. Понимаете? Вот. Если... Я к чему это веду? Если у нас выстраивается хоть какая-то мысль, которая дергает нас на изобретение, на придумку, значит, это есть оно. Если этого нет, все. Сворачивайте тему. Кладите ее в бумажечку, чистую или грязную газетку, заворачивайте и в урну. Все. К этому можете вернуться, может быть, потом. Вот когда-нибудь. Ну вот, в принципе, вот то, о чем я хотел вам рассказать. Я хотел для вас открыть какие-то новые инструменты в литературе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok